Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать рукава. Притом разнообразные рукава, которые потом можно будет использовать в дальнейших эскизах. Начнем мы с рисунка кусочка полочки. Почему говорю кусочка? Потому что для нас сейчас не принципиально горловина и остальные детали. Нам нужно только условно показать, что вот у нас такого вида основа, на которую мы будем сажать рукава. Рукава у нас бывают разные. Я выбрала в основном все рукава для рисунков точные. Сразу это обозначу. Рукавов летучая мышка у меня сегодня не будет. Вот такая вот основа для нас подойдет, чтобы показывать примеры того, как это будет выглядеть. Это можно делать для замкнутого контура. А если мы хотим разомкнутый контур, то мы можем вот эту часть убрать. И тогда у нас останется только эта часть. Будет понятно, что это горловина. Сюда уходит пройма и уже на пройму мы будем сажать рукав. Давайте начнем с достаточно простого лаконичного рукава. А после этого будем уже усложнять. Рисовать я буду перышком. Вытащу сразу сейчас перо. Вот. И первый рукав, рукав фонарик. Особенностью рукава фонарика у нас является дополнительный объем, который потом у нас присобирается внизу. Фонарик может быть разного объема. Где-то он бывает больше, где-то меньше, где-то добавляются складочки. Если вот такая вот неровность получилась, то можно это все сравнять. Вот таким образом мы это все поправляем. И снизу фонарик, как правило, собирается на основу. Вот так. На манжетик. Манжетики тоже бывают разные. Он может быть с завязочкой, он может быть на резиночке, он может быть на пуговке. Мы его сейчас обозначим в зависимости от того, какой актуален. Вот. Что здесь можно дорисовать? Ну, я думаю, что актуально будет нарисовать несколько вот таких штучек, которые просто показывают, что... Ну, здесь с вами рукавчик. Вот он вот так вот. Здесь есть некоторая складочка, оборочка, присборивание такое. Можно заложить прям конкретную складку, но я не вижу в этом смысла. Вот. И вот здесь тоже немножко линии мы нарисуем. Знаю, что когда вы смотрите, если вы смотрите мои видео, например, в пивы, кажется, господи, почему-то такие толстые линии, вообще кошмар. Нет, на самом деле с линиями все нормально. Я обычно рисую, грубо говоря, черновые линии, потом эти линии мы сейчас выделим. И уже придадим им тот вид, который будет более приличный. То есть мы их сделаем тоненькими, мы сделаем для них профиль, и вот они такими будут смотреться, то есть не будут так сильно раздражать. Вот такой фонарик. Естественно, вот эта часть, она может быть разная, она может быть больше, может быть меньше, может вообще выходить. То есть вот такой смысл, немножечко сейчас я его поправлю, да, чтобы он не был таким прям обидным. Вот. Это у нас с вами простой базовый рукавчик фонарик. Теперь из этого рукавчика фонарик можно сделать рукав наподобие рукава окорок. Ну, не прям совсем как окорок, это, конечно, там есть свои особенности, но по принципу, по форме. Как мы это можем сделать? У нас с вами вот здесь есть точечки, да, соответственно, мы добавляем сюда точку и сюда точку. Все, вот эти, вот эту центральную убираем. Именно эти точки мы можем сместить. Смотрите, как это делается. Вот эту сюда, эту сюда. Если нам нужна вот здесь такая форма, то мы ее оставляем, если нет, убираем. Вот. И, соответственно, смотрим, какой у нас длины должен быть рукав. Не надо пугаться, что здесь как бы что-то очень грубо или там переход какой-то. Это сейчас тоже мы все поправим. Можно его сделать более объемным, можно его сделать более мягким, в зависимости от потребностей. Вот здесь по низу так сделаем. Вот. То есть мы отмоделировали тот рукав, который у нас был. Рукав-фонарик. Вот в такой рукав. Ну, немножечко он похож на окорок, да, не совсем, конечно. Потому что здесь обычно он более объемный, здесь небольшой, но у него нижняя часть, там не совсем манжета, такая часть до локтя, то есть рукав. Ну, вот такое тоже может быть. Если вдруг я ошиблась, и это как-то по-другому, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно это приму к сведению. Я за здоровую критику. Вот. Но только за адекватную. Потому что когда начинается просто хейт, это как банить, я тоже умею. А вот. Так. Теперь мы с вами нарисуем еще один тип рукавчика. Это, опять же, очень хорошо для библиотеки. Когда у вас есть разные рукавчики, вы потом что-то делаете. Видите, я здесь не привязываюсь прям как-то жестко к линии проймы, потому что, ну, ее можно чуть-чуть подправить в зависимости от того, какая вам нужна. Пройма, конечно же, поправляется. И, ну, вот, убиваться, что она там немножко не такая, я не вижу смысла. Нужно обязательно смотреть на то изделие, которое у вас будет, и проймочка она справится всегда. Так, у нас мне нужна единичка. Сейчас я посмотрю по линии, что у меня получается. Инструмент сглаживания мой любимый. Сейчас мы тоже рукавчик потрем. Так, здесь сделаем поуже. Я хочу сделать рукав отдаленно напоминающий, по мотивам, так сказать, отдаленно напоминающий. Рукава, которые были на сорочках где-то, какой вектор, лучше правильно сказать, 18-й, наверное. Отдаленно напоминающий, по мотивам, то есть я не стараюсь сделать никакой копии, просто по мотивам тех рукавчиков. Вот. Так, и, хорошо. А здесь у нас с вами будет Такая жесткая штучка, типа манжета. Вот здесь можно вот так сверху поставить, можно рукав сверху, чтобы был видно на пус, в зависимости от внешнего вида. Вот здесь можно так, можно так, туда-сюда. И что меня здесь больше всего интересует... Сейчас мы поправим. Приближаю, чтобы не ломать глаза. Чего я вам рекомендую делать. Это вот такие вот свободные оборочки, которые будут идти по низу. Так мы их рисуем. И опять сюда собираем, то есть как будто бы этой частью мы затянули. Мне кажется, можно даже чуть пошире ее сделать. То есть мы как будто бы ей затянули. Вот у нас так получилось. Можно там добавить бантик, веревочку. Получилось посмотреть. Вот так вот мы это все ставим. Теперь нужно собрать, чтобы оно аккуратно, красиво смотрелось. Дорисовываем линии. У складочек. Здесь нужно дорисовать внутреннюю часть. Вот здесь. Зацепилась линия. Почему так произошло. Зацепилась линия. Сейчас мы ее вот так обойдем. Обошлась. И вот сюда тоже у нас уходит. Вот так. Это сейчас на задний план не поместим. Как будто он туда в руках уходит. Хорошо. Эти линии такие толстые нам не нужны. Это не линии основы. Это линии оборочек. Прям совсем худенькими. Я бы тоже их не делала. Потому что они должны быть достаточно явными. То, что они есть. Можно добавить еще вот сюда линии. Потому что здесь тоже будет оборочка. И сюда, конечно, тоже можно еще пару линий красивых вставить. Вот здесь будет. Так. И вот. Часто складочки рисуют вот именно такими. С подокорючечками. Давайте я сейчас. Выделю. Складочки только у нас попали. Да. Тоже. Вот их можно уже сделать. По. Тоньше. И по линии профиля. Вот так. Вот. То есть эти такие основные. А эти крупные. По длине рукава. У меня есть сомнения. Что. Мне кажется, он немножко длинноват. Сейчас мы его немножко подкоротим. Но это надо уже смотреть непосредственно в целом на изделие. Потому что вот есть такое ощущение. И смотрите, я его не сжимаю, а именно немножко смещаю точки. Таким образом стараюсь сохранить то, что мы нарисовали. По длине это вот минус рисунка того, что я стала рисовать без шаблона. Потому что непонятно, какой длинный рукав. Так что это имейте ввиду. И как видите, в данном случае просто линеарный рисунок. Я не стала добавлять теневые аспекты. Все равно видно и понятно, что я имела ввиду. И понятно, что ткань достаточно мягкая. Возможно, вот здесь она даже просядет чуть сильнее. То есть она по руке вот так просядет. Потом здесь получится напуск. И вот из нее через манжет вот так у нас с вами выйдет. Так, давайте еще один рукавчик нарисуем. Сейчас я скопирую вот эту часть. Нам нужна еще одна. Вот. Приближаю. И сейчас тоже сделаю сломанную. Покажу вам прием, как это можно... Ну, не сломанную, с такими легкими наборочками. Как это можно нарисовать попроще. То есть моя задача не конструкцию вам показать и рассказать. Это, конечно же, больше запрос к конструктору. И я здесь совершенно не претендую. Здесь шикарные профессионалы своего дела. Всегда советую. Честно вам могу сказать, когда какие-то вопросы. Я просто вот показываю, что мне нужно. И советую, пойдет так, не пойдет. Вот. А именно с точки зрения рисунка в программе, вот это я и хочу показать. Так. Как это сделать нам с вами в иллюстраторе, чтобы у нас получилось красиво. Все-таки рука у нас там с вами должна быть, но я хочу, чтобы это было рукавчик такой в обтяжечку. Так. Вот. Основу мы нарисовали. Сейчас вот эту линию я чуть-чуть поддерну. И опять же, вот минус того, что я все-таки решила рисовать без шаблона, я не понимаю, какой длины. Мне нужно, чтобы она на локте была. Это такой тоже исторический рукав у нас получается. Смотрите техническую хитрость, как это можно сделать. То есть мы с вами рисуем, как будто бы у нас здесь мягкие складки. Соответственно, внимательно на них смотрим, подрисовываем все необходимые детальки. Здесь как бы без особых хитрости, здесь надо просто красиво нарисовать. Вот это все прорисовываем. Принцип очень похож на тот, что был у меня до этого. Так что здесь просто прорабатываем. Эти детали, для того, чтобы они получились красиво. Вот здесь вот тоже сделаем штучку. Вот мелкая деталь, а передает необходимый эффект. Так, и давайте вот отсюда легкую складочку дадим. Помним, сначала рисуются линии достаточно грубо, а потом мы на эти линии доработаем, и они у нас будут красивые. При этом, например, вот эти линии основные, я понимаю, что они будут более яркие, они будут обозначать у меня складку, поэтому они мне нужны в более таком читабельном виде. А вот эти линии, они совсем тоненькие, они второстепенные, и вообще на них глаз не должен бросаться. Мы их сделаем потоньше, и, конечно же, так вот менее заметными. Вот такая штука у меня получилась. Так вот, в чем я хотела вам показать хитрость. Если этот рукав у нас будет, например, двух-трехслойный, то тогда мы это все с вами берем и просто-напросто вот так вот копируем. Ничего заново рисовать не надо. Мы можем сделать пошире, подлиннее. И это вот та хитрость в программе, которую я хотела показать, потому что Ctrl-C, Ctrl-V работает замечательно. Надо просто сообразить, что это можно все нажать. Если где-то нужны какие-то линии подкорректировать, там подкрутить, вы это подкручиваете. Таким образом получается рукав. Также, если нужно, то можно его немножко растянуть. Ну, пошире, если он будет нужен, да. Соответственно, там пошире вот эту верхнюю точку поправить, и он будет более широкий. В зависимости от того, какой результат вы хотите получить, можно уже с ним играться. Либо просто вот здесь, например, зависит от жесткости ткани, будет она там специально как-то варьироваться, крахмалится. Вот эти точки можно просто точки поддернуть и посмотреть. Нужна вам, ну, как бы эта конструкция из очень тонкой ткани, которая будет струиться. Либо же вы можете сделать что-то более жесткое. То есть от этого, конечно, зависит рисунок. Но вот таким способом можно себе упростить жизнь, когда вы нарисовали один элемент, потом его несколько раз сдублировали. Похожий рукав на то, что я нарисовала здесь. Мы с вами берем, эту часть убираем, эту часть оставляем. Но рукавчик будем рисовать немножко по-другому. Тоже сейчас покажу, как это можно сделать, нарисовав одну деталь в три разные стороны. Но одну все-таки прорисовать надо. Не забываем, да? Здесь у нас такой манжетик. И от этого манжетика мы рисуем с вами вот такой рукавчик. Так, что он у нас запорщится. Тоже можно, опять же, погладить инструментом сглаживания. Очень прекрасно у нас все это работает. Или если какие-то точки вам не понравились, их можно убрать. Потом подкорректировать. Я хочу, чтобы он достаточно объемный был. Вот эта точка мне мешает. Вот, и я сейчас покажу, что он у меня такой вот пушистенький стоит. Такой пушишечкой. Здесь тоже прорабатываем линии. Сегодня какое-то видео по проработке линий получилось. Хотя я хотела показать именно разные рукавчики и с особенностями всякими, какими можно их создавать. Получилось какое-то видео по проработке линий. Но ничего страшного. При таком рисунке линии важны. Тем более мы делаем линеарный рисунок, без пятен. Поэтому это все нам очень важно. Так, теперь выбираем наши с вами линии. Они у нас будут на 5. И мы на них ставим посмотрим, чтобы лучше смотреться. Такая или такой профиль. Такой профиль мне больше нравится. Вот что у нас получилось. Здесь, кстати, мне кажется, не хватает линии. Вот мы ее сейчас тоже сюда дорисуем. Она не обязательно должна быть супер длинная. Но вот эту линию мы сейчас сделаем. И что я хотела показать, что, на мой взгляд, на не хватает. Вот смотрите, вот у нас получился элемент. Мы его можем сгруппировать. Вот такой он. Из него мы сейчас с вами сделаем еще элементы. Я его смещаю вниз. Кнопочка Alt. Копирую. Начинаю растягивать. Растягивается он не очень равномерно. Вот. Соответственно, мы его тянем и помещаем под низ. Получается двойной такой. Достаточно жесткий, интересный рукавчик. Но можно еще что сделать. Можно взять, сплющить, я бы сказала. Сделать поменьше. Перевернуть. И поставить вот сюда. Здесь у нас нестыковочка получается по вот этой линии основной. Но мы ее сейчас просто подкорректируем. Не перерисовывая всю основу, а просто вот так ее подкорректировав. Вот так мы ее сюда ставим. Смотрите. Приближаем. Теперь берем вот эту точку. Показываем, что она здесь. И вот эту точку. Показываем, что она здесь. Вот мой рукав. Вживился туда, куда мне надо. Если здесь мне нужно будет что-то подкорректировать, я, естественно, возьму нужные мне точки. И просто их подвину туда. Куда мне это будет нужно. Могу вот так собрать. Вот он будет здесь более компактный. Вот эту линию могу вообще удалить, чтобы она здесь не мешалась. Вот здесь у меня лезет неправильно заливка. Двойной клик это режим изоляции. Там получилась у линии заливка белым цветом. Она дает некрасивый эффект. Поэтому двойным кликом входим. И вот у этих линий убираем заливки. Она-то мне нужна просто. Вот. Получился вот такой достаточно интересный рукавчик. Мне кажется, с исторической такой наклонностью. Но тоже очень даже может быть. По крайней мере, на женских блузках, женских рубашках он может быть. Ну, коль у нас уже пошла такая тема. Давайте мы ее продолжим. Смотрите. Здесь у меня достаточно интенсивные складки. Я постаралась показать при помощи линии, насколько они жесткие. Смотрите. Здесь видно, что они не спадают и они идут мягко. Здесь видно, что топорщица. Давайте сделаем тоже еще один вариант. Но уже с более мягкими деталями. То есть, когда у нас есть такого рода детали, но они более мягко себя ведут. Например. То есть, чтобы не было такого количества оборок уже. Вот спокойная у меня тут такая деталь. Она вот чуть-чуть волнится. И вот так она приходит на место и возвращается. Кривизну. Убираем. Вот. Поверх нее будет еще одна деталь. То есть, это другой способ рисунка. Если там я просто дублировала, то здесь я хочу увидеть, как они будут ложиться друг на друга. Чтобы вот эти мягкие линии как раз и показать. То есть, вот я мягко. И вот внутренние линии особо здесь нам не понадобятся. Они понадобятся совсем чуть-чуть и совсем коротенькие. За счет этого будет передаваться особенность типа ткани. То есть, вот это тоже надо понимать, что тип ткани передается не тем, как вы там заливку какую-то применили. А тем, что вы ее нарисовали. Каждая ткань имеет свою жесткость, свою драпируемость. И при помощи рисунка вы можете это передать, показать. Таким образом, она будет правильно у вас отображаться и видеть. И даже в черно-белом виде это делали непревзойденные графики. И вы тоже сможете. Просто посмотрите, как это делается. Это можно где-то скопировать. Вот. То, что я говорила, линии. Они здесь будут более маленькие. Мы сейчас выберем. И сделаем их совсем тоненькими. Вот эти вот линии. Совсем неприметными. Просто они нам задают тот момент, что да, вот ткань немножечко, совсем чуть-чуть, вот так вот волнится. Самую-самую малость. Вот так вот она себя тут ведет. Вот такая вот более мягкая история. И можно еще показать немножко другой прием, да. Если там его не так было видно. А здесь показать, что вот она, один слой заходит за другой. Вот прям вот показать эти моменты, что вот так. И вот здесь мы тоже видим этот кусочек. Вот он пошел, да. И здесь тоже вот оно пошло. Пошел кусочек туда. Пошел. Таким образом создается этот объем. То есть по-другому. Там по одному принципу, здесь по-другому принципу. И здесь я еще хотела нарисовать такую интересную, сложную штучку. Давайте попробуем нарисовать бантик. Ну, сложная на самом деле она только поначалу кажется. Бантики вообще отдельная история. Если вы хотите, напишите в комментариях. Посмотрим отдельно, как рисовать бантики. Потому что с ними там есть о чем почудить, о чем поговорить. А здесь мы рисуем, как будто бы вот здесь у нас большой красивый бант. И вообще, когда смотрю на эти рукава, мне хочется прям сделать женские белые. Именно белые блузы почему-то. И вот сделать с такими рукавами. Мне кажется, это было бы очень классно. Притом основа может быть совершенно базовая. Там не надо никаких жабо и всего остального. Но вот именно за счет рукавов передать вот этот восторг. И вот прелесть дизайна того, как оно смотрится. Бантики я рисую базовыми линиями. И не будем его перегружать. Соответственно, вот отсюда еще у нас будут ленточки идти. Вот так. И рукавчик. Сейчас мы сравним три рукава. У них совершенно разные получаются характеры. Характер именно ткани и того, как он смотрится. Здесь он такой жесткий топочущийся. Достаточно мелкие, четкие складочки. Здесь он такой вот более воздушный. Я вот смотрю, понимаю, что немножко надо линию подкорректировать. Тогда он еще лучше будет смотреться. Вот. А здесь он такой вот плавный, оплывающий. То есть при помощи линии мы все-все-все с вами можем показать. И все нашему зрителю. Либо если это разработка. Ну, то есть объяснить всю нашу задумку. А это, в общем-то, задача дизайнера и есть. Если вы не как фэшн-иллюстратор работаете, а именно как фэшн-дизайнер, показать свою задумку. Чтобы ее увидели, чтобы ее оценили, ее приняли к исполнению, к тому, чтобы она была реализована. В общем-то, в этом задача и будет. Немножечко поправить. И вот такой вот более мягенький рукавчик. Тоже не стала я здесь добавлять никакие тени, для того, чтобы было хорошо видно. Давайте еще парочку нарисуем. У меня есть еще парочка интересных задумок. Тоже, думаю, они встанут в компанию к этим красавцам очень хорошо. Еще один рукав, он чем-то берет начало от этого, от этого. Ну, давайте посмотрим. Я готовилась к записи видео. И у меня есть черновые зарисовки того, что я хочу нарисовать. Карандашиком они подрисованы. Ну, для того, чтобы мне было проще, чтобы я, во-первых, не забыла ничего. А, во-вторых, какие-то детальки, на которые нужно обратить внимание, я там тоже прописываю. У меня даже есть рисунки, где я разрисовываю тени, блики, когда какие-то сложные ткани. Ну, вот, для записи видео. Ну, и в принципе, я карандашиком владею. Так, здесь я хочу сделать манжет. Смотрите, как видите, я не стала рисовать с нуля. Я продолжаю моделировать то, что у меня есть. Сделаем маленькие пуговки. Пуговки убийцы, которые будешь застегивать, и просто будешь очень долго застегивать. Раньше такие были модные на блузах. И, кстати, когда рисуешь такие пуговки, то имеет смысл сделать у них потоньше контур. Иначе контур очень сильно забивает. И неудобно. Вот, много пуговок. Они у меня не встали по той линии, по которой мне надо. Мы сейчас это поправим. Вот так. Вот пуговки у меня встали. И здесь у нас складки получаются немножко другие. То есть я складку буду формировать вот отсюда. Вот так она у меня будет идти, будет располагаться. И, наверное, именно в этом рукаве я сейчас немножечко добавлю светотень, если у меня не получится только линейно показать. Что я имею в виду по светотенью? Я имею в виду, добавлю еще и пятновую складку, если будет требоваться. Но я думаю, что мы справимся с этой задачей. Сейчас я вас негласно своими авторами назначаю, потому что все хорошо получится. И одних линий нам хватит для передачи моей задумки. Вот так. То есть здесь у нас спокойный рукавчик. Но там все равно есть в окате, конечно, дополнительный объем. Ну, все основу мы задали сюда. Так, назначаю на них 0,5. Назначаю вот такой вот. И сейчас некоторые линии сделаю еще потоньше, для того, чтобы были разного типа. По-моему, очень неплохо получилось. Там можно, конечно, в манжете еще много всяких деталей прорисовать при необходимости. Но вот такой вот другой рукавчик по-другому себя ведет. И давайте еще один, восьмой. Нарисуем рукав. Так. Его мне будет рисовать удобнее на вот такой основе. То есть не надо все прям придумывать, изобретать его с эффект. Эту основу мы берем. Вот это лишнее мы стираем. И, в принципе, он будет очень похож на предыдущий. Нарисую его просто сначала. Так. Берем. Покрупнее. Сделаем основу пошире. То есть предполагается, что рукав более широкий. Так. Более свободный. И к этому рукаву у нас с вами такая широкая, свободная, жесткая штука. Тоже она так волнуется, конечно. Но явно, что ткань будет достаточно формоустойчивая. Опять же, меня тоже спрашивают, а должен дизайнер знать. Ну вот как вы будете рисовать, например, складки или оборки, если вы хотя бы приблизительно не понимаете, что должно получиться. То есть надо пластику ткани посмотреть. Можно походить по магазинам, можно походить по интернету, повесить, в книжках порисовать, да, посмотреть, что нарисовано. Таким образом сформируется какое-то понимание о том, как это все должно выглядеть. Эскизы других людей посмотреть. Это тоже очень хороший навык. И вообще даже есть такая практика обучения художников, когда вы копируете мастеров. Прям берете, идете и копируете. Это совершенно прекрасная практика. Она позволяет почувствовать технику мастера, которого вы копируете. И я считаю, что так же можно делать с эскизами, если вы не понимаете, что нужно делать. Вы берете эскизы другого человека и копируете. Единственный момент, не надо их выдавать за свои. Это не ваши эскизы, это ваше тренировочное пособие. Вы просто для себя их прорисовываете. И понимаете, где он какую линию поставил, тот человек, который рисовал эти эскизы. Где какое пятно, как он это сделал. И таким образом вот это понимание, оно к вам через руку приходит. Можно думать головой, можно думать через руку. Я, кстати, иногда так думаю через руку, когда ты просто что-то начинаешь делать, и вот у тебя оно собирается. Много тоже там почеркушек образуется. Ну, думать через руку, это абсолютно нормальная история. Не пренебрегайте этим. Можете закупить очень хорошие книжки. Есть журналы, есть интересное много всего. Вот. Соответственно, вот такие рукава у нас получились. Я хотела показать, ну, во-первых, разные рукавчики. Во-вторых, разные примеры того, как мы можем через линию, через пятно, это все отображать. И все эскизы я нарисовала таким образом. Ну, за исключением основы. Да, основы мы не сможем ничего сделать. Но все эскизы, нарисованные мной, можно будет залить любым цветом и использовать. Да? То есть это тоже очень важно при работе с программой, что эскизы пригодны для дальнейшей работы, для заливки. И вот видите, как бы каждая деталь, она оформлена. Ее вот можно залить какими-то цветами на всех эскизах, которые я нарисовала. Это тоже очень важно при рисунке. Ну, просто показала на одном. Они все по такому принципу собраны. Поэтому, когда вы будете смотреть это видео, если вам нужно что-то применять, обязательно обратите на это внимание, что каждый-каждый мой эскиз, он собран таким образом, чтобы его можно было залить цветом. Да, вот здесь побольше мелких деталей, но их тоже можно заливать. Пожалуйста, пишите мне под видео ваши комментарии, какие у вас появились вопросы, что интересно. А у меня к вам тоже есть большой вопрос. А хотели бы вы, чтобы вот такие эскизы можно было приобрести готовые? Потому что я всегда показываю, как это сделать. Возможно, вам будет интересно, если я сохраню такую библиотеку, и вы сможете просто приобрести ее в моей отрисовке, для того, чтобы их использовать в работе. Будет ли вам это интересно, напишите мне в комментариях. Посмотрим, что с этим можно сделать. Думаю, что как и шаблоны, которые я предлагаю для рисунка, можно предложить и мной отрисованные варианты рукавов, воротников и так далее. На этом все. Не забывайте подписаться на канал, поставить любую реакцию на это видео, понравилось оно вам или нет. Мне всегда интересно на это посмотреть. А на этом все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.